Но все же без происшествий в праздничные выходные не обошлось. Пока все катались на коньках, ходили в гости, смотрели кино, у кого-то в жизни происходили реальные трагедии. Четыре убийства, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, групповое изнасилование. Все это произошло за минувшие новогодние каникулы в Чуаши. В новогодний вечер в одном из общежитий по улице 9-й пятилетки женщина заколола ножом своего 26-летнего сына. Все произошло на глазах ее мужа. Все трое в тот день употребляли спиртные напитки. По этой же улице, уже в другом общежитии, 1 января 42-летний мужчина в ссоре убил мать своего соседа. Женщина приехала на праздники в город из Яльчикского района. Со слов злоумышленника, потерпевшая мешала ему уединиться со своей сожительницей. Это и стало причиной скандала. В настоящее время он арестован. Вечером 1 января наступившего года смертельная ссора произошла в Новочебоксарске между супругами в их комнате в общежитии из-за того, что муж смотрел по телевизору развлекательную программу жанра стендап-камеди, а его жене это телешоу не нравилось. В результате возникшего на этой почве скандала и последующей потасовки мужчина упал на пол. Женщина схватила кухонный нож и нанесла им один удар мужу по спине. В результате мужчина был госпитализирован, однако через несколько часов скончался в реанимационном отделении местного лечебного учреждения. Еще одно тяжкое преступление было зафиксировано в московском районе города Чебоксары. Там в одну из квартир праздновали Новый год. Отметить праздник хозяину квартиры приехали двое друзей из Шамуршинского района. А также пришел друг со своей сожительницей. В какой-то момент хозяин квартиры уснул. Мужчина, который пришел со своей сожительницей, отправился в магазин. И двое жителей Шамуршинского района, воспользовавшись тем, что они одни остались наедине с девушкой, напали на нее, поочередно изнасиловали, угрожая при этом убийством. В какой-то момент девушке удалось вырваться от злоумышленников и выскочить в подъезд. В одной майке. Следом за ней выбежал один из насильников, полностью обнаженный. И в этот момент на лечебную площадку вышел сосед, который, увидев происходящее, сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. 1 января в Батыревском районе 58-летний мужчина был обнаружен в своем сарае с признаками насильственной смерти. 4 января в городе Чебоксары в частном доме по улице Тельмана также было обнаружено тело 60-летнего хозяина жилища с колото-резаным ранением. Утром 6 января в больнице Янтиковского района умерла женщина. По данным следствия, ранее ее жестоко избил муж. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.